Музыка Мы пришли в Лионский зал Екатерины Второй. Вот это я уже знаю, мебель из карельской березы. Слушайте, вот здесь, если туда заходишь предметом, то сразу же начинается сигнализация срабатывать. Потому что туда нельзя. Я ведь сумкой нечаянно дотронулась. А вот это, дорогие друзья, Лионский зал. Необыкновенно красивый зал. В императорскую эпоху он был обтянут золотым глазурью. Золотым пообтягивающей стены шелк золотой бутон, изготовленный в французском городе Лионе. Отсюда и название зала. Лазурный и дверный портал. Достенная панель, густра и мебельные гарнитуры, выполненные из редкого и ценного камня, африканского лазурита. Лазурит – потрясающий красивый камень, и по нему прям просто влезет. В 1941 году в Царское село заняли фашистские войска. За три года они почти полностью уничтожили дворец, в том числе Лионский зал. Шелк со стен пропал, мазуритная отделка настрескалась. В 1974 года один из самых красивых интерьеров ждал своего часа. Сейчас Лионский зал практически полностью готов. Единственное, что не хватает старинного пракета. Вместо него полустилают толстый, темно-красный пракет. А вот это, интересно, что такое? Это поднос, что ли, какой-то такой, или просто для красоты что-то такое сделано? А вот это – Корабейского зал. Основной декоративный мотив его убранства изящные живописные росписи – Корабейский, почему назвали его Корабейского. Зал относится к так называемым пятому апартаменту, личным покоем Екатерины II. В дом поспорили две эпохи. Первоначально отделка этого парадного помещения была выполнена по проекту Чарльза Камерона. В середине XIX века здесь работал и политкниги. Отделка этого нарядного интерьера в середине XIX столетия несколько испорченной обновлениями сохранилась в целом почти без изменений. А здесь, посмотри, Вань, какие часы красивые. Часы. Все из золота. Пойдем, пойдем. Так, связь теряем. Идем дальше уже. Про Елизавету послушаем. Видите, здесь, чтобы полы не портили, вот одевают вот такие бахилки. Я бы в Эрмитаже тоже бы такие бахилки одевала. Камин как будто бы горит, да? Там сейчас дальше какой-то большой тронный зал будет. По одному все заходили. Никто не шаркал ногами, никто не смел шуршать платьями там или еще что-то такое, чтобы все было... В общем, входили красивой легкой походкой в тронный зал. Потолок, потолок, потолок. Боже мой, боже мой. Нереальное что-то. Ваня там меня потерял. Вань, я все слышу. Я хочу, мне хочется все посмотреть, рассмотреть. Вот он. Ой, здесь тоже потолок какой, смотрите, темный. В общем, архитектор был итальянский Растрелли. И вот после того, как он здесь все работы закончил, он не смог повторить в своей жизни ничего подобного. То есть это вот такое вот самое его выдающееся произведение искусства. Представьте, что мы танцуем и видим в каждом зеркале свое вот такое вот изображение. И когда люди танцевали, они ловили свое изображение, чужое изображение. Ну, то есть все приходили и смотрели в зеркало. Про танцы. Про танцы сейчас рассказывают. Про Миноид. Что очень-очень тяжелые танцы были. Девушки очень долго учились этому искусству танцевать. Безумно красиво. Мы сегодня прошли сюда без очереди. Говорят, когда китайцы были, что очередь она прям на улице начиналась. Если девочки плохо танцевали, то, говорили, бедные дети, у них нет образования и не научили их танцевать. То есть, видите, это обязательная нужна была. Эпоха такая была. Танцев, балов. Говорят, представьте, у вас сейчас у всех мобильники, а представьте, что у них нет газет, журналов. Ничего. Ну, вот считайте, света нет. Что все ходили в гости. Это было такое вот... Ну, то есть, сейчас в гости практически никто не ходит, потому что здесь у каждого свой индивидуальный мир. А раньше все ходили в гости. Это такое развлечение было. Обсуждали все, к кому сходили, куда сходили, что увидели, кто в каком платье был. Все такое. То есть, это очень интересно. Мы общаемся через мобильники, через интернет. А они общались вживую. Поэтому не научить танцы человека, это было страшно. Бал пропустить было нельзя. Не придешь на бал, все уедут вперед, а ты остался в тишине один. Поэтому к балам очень-очень долго готовились. Если ты плохо умеешь танцевать, то никто тебя не пригласит на танец. Ты просидишь на стульчике, и не познакомишься, и не замуж не выйдешь. Учили правилам поведения, которые все исполняли. Слушайте, Екатерина говорит, сегодня узнала одну новость от жены сербского посла. К сожалению, не от курьера. Она уже знала. То есть, видите, как они общались на балах. Они получали информацию. Даже больная дама шла на бал. А мы идем дальше. Говорят, что нам очень повезло, потому что музей стал наконец-таки похож на музей, потому что мы нормально ходим. А когда здесь ходили китайцы, здесь невозможно было ничего увидеть. Никто не толкается. И все соблюдают правила обличия. То есть, питерцы очень-очень довольны тем, что нет китайцев. Дерутся даже, говорят. Представляете, ногами дерутся. Ударила китаянка нашего эгена. Представляете? Не пускала пройти. Наша встреча станет для меня чистой радостью. Любезная другая. Китайцу сделала гид замечание, а китайца сказала, что кто здесь такой. Вот этот интерьер уже через сто лет был построен. Поставили лестницу. Это центр дворца. В 19 столетии золото вышло из моды, и поэтому уже здесь, видите, все лепка. Вот это подлинная коллекция. Дело в том, что после смерти Екатерины был какой-то Павел, ее сын. И он не любил мать, и, соответственно, не любил вот этот дворец. А потом внук пришел к правлению, который обожал бабушку, и обожал, соответственно, этот дворец. А вот это столовая. Екатерина была страстной охотницей, устраивала охоту на птиц, обожала это дело. Поэтому здесь, видите, столько картин с разной дичью. Екатерина даже, видите, убила медведя. Об этом написал посол английский, которого восхищало мужество Екатерину. Поэтому, видите, какие картины. Очень любила Екатерина охотой. Азарт, увлечение. Смотрите, какой же здесь красивый стол. Слышишь, Ваня? Все императоры играли в шахматы. Так что шахматы обязательно для изучения. Ну, Ваня, кстати, предмет в первом классе шахматы. Шахматы, видите, какие были красивые. Смотри, Ваня, какие шахматы, а? Расстрелли был гениальный архитектор. Вот даже мебель он подбирал во все комнаты дворца. Представляете? А это он придумал фольгу покрасить в зеленый цвет. Как красиво все это. Фольга обзоровать. Где вы еще такую выйдете? Только здесь. Вспышки запрещены, потому что очень портится металл от вспышек. А здесь портретный зал. Дольше всех во дворце прожила Екатерина II. А вот это, видите, Екатерина I. Ее дочь Елизавета. А потом Екатерина II. Вот это моя расцветка. Это янтарная комната. Ваня, это янтарь, камень такой. Боже мой. Посмотрите, какое пусто краски. Слушайте, так хочется прям подойти, потрогать хочется. А, сотри Ваню. Посмотри, какая красота. А теперь немного информации из Википедии. Янтарная комната. Первоначально янтарный кабинет. Шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувший во время Второй мировой войны. В отделке преимущественно использовался янтарь. Большой кабинет состоял из янтарных панелей, украшений и панно. Создано немецкими мастерами для прусского короля Флориды Хапьерова. Затем подарено Петру Первому, после чего дополнено зеркальными пилястрами под руководством Растейли. Так как размеры изначального янтарного кабинета были гораздо меньше того помещения, где она была выставлена в России. То есть пришлось дополнять зеркалами, потому что не хватило янтаря, который привезли. Во время Великой Отечественной войны дворец оказался на оккупированных территориях, и комната была вывезена немецкими войсками. В начале Великой Отечественной войны музейные ценности из Екатерининского дворца были вывезены в Новосибирск. Янтарную комнату решили не трогать из-за ее хрупкости. Произвели ее консервацию на месте. Это по офицерской версии, ведь впоследствии немцы демонтировали панно всего за двое суток. Панно оклеили сначала бумагой, затем марлей и ватой, чтобы защитить от взрывной волны. Захватив и ограбив Екатерининский дворец, немцы похитили и янтарную комнату. Но это информация опять-таки из Википедии. В 1981 году были начаты работы по реконструкции янтарной комнаты. В период с 1981 по 1997 год проводились под руководством Александра Журавлева. Над научной реконструкцией шедевра камнерезного искусства трудились специалисты специально созданной царской янтарной мастерской. Искусствоведы, химики, криминалисты, историки, реставраторы. Несколько лет ушло на разработку проекта научной концепции воссоздание рецептур, технологии обработки янтаря, подготовку рабочего коллектива. В 1990 годы работа была приостановлена из-за нехватки финансового финансирования и проблем с поставками сырья. В 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга, янтарная комната была восстановлена в полном объеме из калининградского янтаря, в том числе на деньги немецкой стороны. В настоящее время доступна для посещения в Екатерининском дворце и даже, видите, разрешили снимать в этой комнате. Сейчас идем в столовую Александра. Посмотрите, какой там потолок. Я не представляла, что мы можем так спокойно походить по дворцу. Групп нет, много туристов. Но там сзади идут, но как бы это говорят, что еще вообще нормально, отлично. Очень гиды, прям очень-очень рады. О, Ваня, посмотри, какая красота. Потолок. Вот это вот личный сервис Павла и его жены, Марии Федоровой. Посмотрите, какая красота. Вот здесь все оригиналы, императорские вещи. Александр Первого. Все принадлежит Александру Первому. В 5 утра вставал, в 7 уже был за столом. В 17 часов работал. Единственный император, который жил во дворце, это Александр Первый. Очень любил этот дворец, потому что очень любил бабушку. Дворец в том числе. Он здесь вырос. Боже мой. Слушайте, вот у моей бабушки был очень похож сервис вот на этот мой любимый сервис с детства. Я его вот сейчас все везде ищу, смотрю. Ну, подобные. Понятное дело, что это была какая-то подделка. Ну, посмотрите, блюдечки, кружечки. Вот все прям один в один. Я помню, у бабушки выпрашивала, чтобы она мне хотя бы одну кружечку дала, чтобы у меня такая была. Обожаю этот сервис. Обожаю. Сейчас Гитлер сказал, что Екатерина Вторая никогда не была полной, что все это миф наших режиссеров. Вот это платье Екатерины Великой. Если бы мы поехали сами, то взрослый билет стоит 700 рублей, а школьники бесплатно проходят. А с нас взяли с Аванью 1200 рублей. То есть, а так бы он прошел бесплатно, нам просто нужно было сюда самостоятельно добраться. В общем, экскурсия. Ну, не то, что сама экскурсия, а дворец, конечно, потрясающий. Я вот в Крыму, мне очень понравилось. Здесь, конечно же, ну, не то, что еще лучше. И там хорошо, и здесь хорошо. Я не могу сказать, что где-то лучше. Но это бесподобно. То есть, это невозможно вообще передать словами вот те эмоции, те чувства, которые ты испытываешь, когда ты смотришь на эту красоту. Это на самом деле реально очень красиво. Особенно янтарная комната. Я думала, там, знаете, будет янтарь, ну, там камни янтаря, ну, там, может быть, какие-то украшения из янтаря. Но то, что сама комната вся отделана янтарем, и насколько это феерично, понимаете. Ты приходишь, ты даже не понимаешь вообще, вот что ты испытываешь. То есть, это такая смесь чувств, эмоций, всего остального. В общем, точно такой же здесь бесподобно красивый парк. Но по парку нам гид почему-то сказал, я не знаю, соврал он или не соврал, что был дождь, и что деревья очень сильно намокли, и что сейчас от ветра какие-то деревья якобы могут упасть. Может быть, он так сказал из-за того, что не хотел, чтобы здесь потерялись и надолго, уйдут гулять, потом будут опаздывать на автобус. Ну, для меня, конечно, экскурсия очень увлекательная. Для Ивана поначалу, когда ему надели на ухо гарнитуры, ему тоже было очень интересно, но где-то на протяжении получаса. Потом он уже устал, уже нафотографировался. И, в общем, ну, вот для моего ребенка, его куда-нибудь там в музей, не в музей, а желательно в то место, где там Эппл и делают, да, телефоны какие-то, еще что-то, вот там ему будет увлекательно и интересно. А дальше, дорогие друзья, мы увидели с Ваней бесподобно красивый пруд, решили к нему прогуляться, но был такой сильный ветер, что записи не слышно, то, о чем мы говорили. Позднее я узнала, что это большой пруд, он расположен в южной части Екатерининского парка, и это очень красивый искусственный водоем. Он настолько огромный, что я даже не ожидала, что он искусственный. У него очень большие размеры, 16 гектаров, и глубина до 2,5 метров, поэтому иногда его называют озером. Но ветер дул почему-то возле этого пруда очень-очень сильный, но как только мы от него отошли и потом в глубину парка ветер тут же прекратился. А первоначально здесь был небольшой пруд, образованный мельничной запрудой на реке Вангазья. В 1720-х годах он был расширен и получил форму шестиугольника. Берег пруда укрепили, а дно углубили и местами вымостили камни. В общем-то, это, конечно, я все вам рассказываю по информации из гугла. А нам просто очень сильно понравилось с Ваней там прогуляться, посмотреть на уточек, но из-за сильного ветра нам пришлось вернуться обратно. Удивительным образом нас возле воды чуть ли не сдуло. А здесь, видимо, деревья, что ли, прикрывают. Вот здесь вообще, ну, ветер есть такой, но не такой, не ураганистый. Смотрите, я посмотрю. Пожалуйста, у вас за окном совсем нет деревьев. Летом, говорит, их тоже не будет? Другая женщина, червань. Какие смешные вопросы. Женщина говорит, Андрей, скажите, пожалуйста, зачем в Петербурге разводят мосты? Ну, вопрос банальный, но логично. Я смотрю на нее красавица. Лет ей 70, такая вот генеральша. Я говорю, ну как же, ну дело все в том, что под ней проходят корабли. Она говорит, Андрей, вы безграмотный человек. Я говорю, приехали. Я говорю, почему? Говорю, три вышка образования. Она говорит, да я жена капитана первого ранга. Я знаю, о чем идет речь. Я владею, говорит, вопросом. Корабль это военный, торговое судно. У вас каждый день под мостом судно проходит, а не корабль. Вы знаете, мне так это задело. Я говорю, знаете, милочка моя, вы жена капитана первого ранга, а я муж врача первой категории. Для нее судно. Говорю, это вообще другое. Вот на этом мы с ней, как говорится, и сошлись. Так что вопросы у нас разные. Не стесняйся. Так здорово, в Москве таких концертов не разрешают делать. А здесь, вон там, полиция стоит. И парень поет. Здорово. Все, а нам нужно пойти покушать. Времени у нас уже 4. Времени у нас уже 5-й час. Хорошо, поехали. А нам сейчас нужно определиться, куда нам пойти. Ну, пойдем поищем какую-нибудь столовую. Благо здесь великое множество. Убегая от снов и от прожитых лет, Все равно ты себе не изменишь. И от жизни возьмешь только то, Что тебе даст Господь, И ни больше, ни меньше. А глянись за собой, Сколько в жизни сплелось, Сколько судеб к тебе прикоснулось. Пусть полжизни прошло, Как у всех на ось, И удача другим улыбнулась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...